Друзья, всем привет! Начинаем мы уже обживаться. Привезли мы сегодня с собой стол, для того, чтобы нам было удобнее снимать. Я тебе помогу, а то я чувствую, что сам не справишься. Иди, а не в ту сторону. Вот так. Чикс. Мы до этого сюда привезли стул, теперь привезли стол. Скоро кровать. И можно жить. Ну, с кровати начинать, может. Так, эти штуки ровные. Так, где-то вот так. Берем теперь стекло. Ложим. Кладем. Кладем. Уже без этих, без присосочек. Ну, никуда, наверное, не денется. Пойдет. Так, чем сегодня будем заниматься? Мы сегодня будем пробовать устанавливать коллектор. Вот такая вот штука нам пришла. Для того, чтобы соединить все наши контуры теплых полов. Так, тут хотелось бы добавить то, что мы мотаем все наши полы из, так скажем, металлопластиковой трубы. Все это будем соединять на вот таком вот железном коллекторе. Но мне кажется, это тоже немного старая история. Если мы сейчас посмотрим новые современные ролики в интернете, почитаем форумы, сейчас в основном уже все собирают теплые полы из труб, как их называют, сшитого полиэтилена. И это немного упрощает нам работу, потому что, в принципе, там уже и не нужна вот эта вот металлическая сетка. Можно просто лепить трубки клипсами к полу. Они легко соединяются в коллекторы. Коллекторы тоже уже намного компактнее. Они уже тоже делаются из пластика. Если мы посмотрим на такого производителя, как Рихау, у него там прям уже все как в самолете. Все соединяется легко руками, все от руки затягивается. Все, короче, очень просто. У нас, конечно, такая более старая история. Мы когда начинали, в принципе, строить дом, мы об этом не задумывались. Делали, как мы делали уже до этого. Но, как выясняется сейчас, можно было сделать все намного проще. Что у нас касается во Франции, довольно вообще непросто найти все вот эти вот штуки для теплых полов. Все вот эти фитинги, коллекторы. Потому что здесь это продается в специализированных магазинах. Просто в Leroy Merlin или в Brickadepot мы такие запчасти найти не можем. Но нас может частично спасти такие магазины, как Amazon. Коллектор мы купили в Польше через Amazon. А фитинги нам прислали из Испании. Это вот сами евроконы, которыми соединяются пластиковые трубы с коллектором. Иногда нужно следить за тем, есть ли они в наличии или нету. Мы сначала на это внимание не обратили. Посмотрели, что коллектор типа этот дешевле, чем другие. Мы его купили. Потом выяснилось, что он без этих фитингов. Каждый фитинг стоит порядка 3 евро. Но от 3 евро. Короче, докупили 16 фитингов. Получилось по цене примерно то же, что и остальные. Что касается у нас самих фитингов, это должен быть еврокон. Который вот так вот в принципе вставляется, соединяется. Ну и потом подсоединяется у нас труба, закручивается. Все просто. На что нужно обратить внимание, что это не просто американки. Это не просто как бы обычная гайка. Это получается у нас такая конусная деталь. Которая хорошо туда вставляется. Называется соединение еврокон. И еще нужно следить за тем, что иногда на коллекторах бывает полдюйма, бывает три четверти. Вот в нашем случае это три четверти. Поэтому, когда покупаете вот эти вот евроконы, нужно следить за тем, чтобы он был именно для металлопластиковой трубы. Потому что они такие же есть и для сшитого полиэтилена. И нужно смотреть, чтобы совпадал с диаметром вашей трубы и диаметр резьбы на коллекторе. Так, что у нас есть еще в комплекте? В комплекте у нас идут вот такие краны сброса давления и автоматические воздухоотводчики на каждый из рядов. Вот такие вот интересные штуковины. И так же еще у нас в комплекте идут краны на подачу и на обратку. Экраны у нас идут с местом подключения термометров, чтобы мы видели температуру на подаче и на обратке. Ну, в принципе, и все, что есть у коллектора. Насосы и все, что понадобится нам после, мы вам покажем. Еще расскажем. Сейчас пока просто все это дело соединим. С чего будем начинать? Это с выбора места расположения коллектора. Не будем мы как бы там сильно выделаться, куда-то его прятать далеко в угол. Поставим его так, чтобы нам было удобно монтировать. Где-то сантиметров 30-40 от стены. И расположим его немного на высоте. Обычно все коллектора ставят как бы внизу. Но мы не хотим, у нас котельная маленькая, если мы потом вдруг захотим под стенку поставить какой-то бак или ту же стиральную машину, чтобы нам коллектор не особо мешал. Поэтому мы его поднимем, наверное, где-то на метр от пола. Заодно нам будет удобно соединять все наши трубы. Ну, так мы думаем. А сейчас мы посмотрим, как это у нас вообще все получится. Берем доску, отмечаем нужную нам высоту и ее будем сейчас сюда пробовать прикрутить. Где-то хочется, чтобы оно было вот так. Так, дырки просверлили. Вставляем наши дюбеля. Дюбеля. Прикручиваем нашу доску. Так, ну, доска держится. Теперь можно прицепить коллектор. Идем смотреть. Пока это все может быть еще такой у нас черновой вариант, потому что стену мы не утеплили. Но нам главное сейчас расположить трубы так, чтобы мы могли их залить. Держи. Вот так. Так, все, держу. Я его прижала, ты можешь крутить. Угу. Так, и закручиваем. Все, выбираем. Самое интересное, что сам коллектор, он какой-то кривой. Ага. То есть вот нижняя часть, она ровная, а верхняя какая-то кривая. Решили мы его немного подровнять, потому что верхний ряд у нас какой-то сильно задрот один край. Ну, тут есть вроде чуть-чуть момент, что можно отрегулировать. Что тут все от него отлетает? Сэкономил называется. Так. Тут надо еще теперь умудриться верхним попасть вот туда. Все, попробуем? Ну, так вроде ровнее. Так, и вот так. Подожди, подожди, может чуть-чуть помочь. О! Ну, более-менее ровно. Ну, вроде как ровно, да. Может, оно и так было ничего страшного, но что-то я не люблю цеплять, когда что-то неровно. Так, вот мы наш коллектор установили. Вроде бы, как даже все ровно. И сейчас мы начнем выгибать наши трубы. Будем их так гнуть, чтобы одна, другой у нас не мешала. И постепенно будем один контур, второй контур, третий, четвертый. Все подводить, обрезать и вставлять. Может, это, конечно, не так просто, как кажется на словах, но будем пробовать. Для этих дел мы даже купили новые ножницы. Тык-тык-тык. Приступим. Да. Так, ну, в принципе, ничего сложного, особенно, когда у нас такая свобода действий, что мы можем это все гнуть куда хотим. Так, сейчас один контур мы подключили. Только мусор получается. Оно там будет аккуратно. Вот там, потому что и вверху здесь сломались, вот там их надо держать. Так. А это может выйти спереди, да? Теперь мы сейчас вот эту. Вот эту. Ну, и сейчас. Сейчас. Нужно загибать. Надо отрезать немного, да? Будет надо заходить, грубо говоря, вот так вот, да? Да, отрезать надо. Не успел. Большую гайку зажим и потом сам фитинг. А ты облизал? Вот, правильно. Нуля, как красиво получается. Ах, мне нравится. Да? Да. Прикольно. Hot water pie. Что? Hot water pie. П. Пайп. Пайп это труба, а пай это пирог. Ну, пайп. Ты о чем сейчас? О пироге или о трубе? О пироге. О пироге. Ноговорка по Фрейду. Надо отрезать. Пайп у нас. Как съединие. ну на втором этаже у нас уже вроде тепло полы подключили ну пока конечно мы просто накидали потом может быть когда мы будем наполнять систему мы будем еще откручивать но сейчас чтобы понимать хоть примерно как она будет чтобы эти трубы тут так вот не болтались пока пойдет становится аккуратно красиво даже не верится да не сказать что это прямо что вы все вот мы работаем буквально пару часов и уже такая красота понятное дело что это еще не весь монтаж и что тут еще кучу всего надо делать в принципе это не самая сложная работа в доме пружина конечно хорошо получается с пружиной просто как бы ты не боишься что ты его сломаешь придает уверенности вообще это хорошо делать конечно летом когда тепло когда все равно ведь на улице тепло трубы эти намного мягче чем когда по холоду их гнешь и когда мы вставляем вот этот евроконус очень важно тут его сильно не насиловать потому что если он туда хорошо заходит то он заходит а если он резинкой упирается то надо стараться так сделать чтобы резинка как бы равномерно прокручивалась когда туда этот штуцер вставляется потому что если эту резинку порвать то потом может тут протекать так но мы уже почти заканчиваем остается всего два контура за смотри обручальное кольцо почти что огромное но все судя по отзывам в интернете говорят что когда собираете из вот этого из полиэтиленовых труб из пластиковыми коллекторами что это как бы все намного быстрее я не туда еще быстрее а я вспоминаю мы когда дома там собирали коллектор мы даже было то что мы как-то распаяли их просто из пластиковых тройников это же работало все так это что у нас труба пришла это уличная дождевая вода не верится да да все себе красиво стало чисто эти трубы конечно очень здорово нам тут уже под надоели но ну вот в принципе даже симпатично получилось можно продолжать заливку все собираем инструмент едем на обед не будем этот ролик нагромождать куча всякой разной информации хотели просто показать как соединяется коллектор всем удачи всем до новых встреч